В школах Ненецкого округа все большую популярность набирает кадетское направление. Обучение по специальным программам хоть и сложнее, чем в обычных классах, но и так называемых бонусов тоже предостаточно. Изучение французского языка, занятия по хореографии и пению, усиленная физическая подготовка. О том, кто такие кадеты и чем они занимаются, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Первый кадетский класс был создан на базе школы номер 4 в 2013 году. С этого времени популярность кадетского направления возросла. Теперь в школе три кадетских класса К, пятый, шестой и седьмой. Причем классы набираются не только из учеников четвертой школы, но и других образовательных учреждений. Мне захотелось разнообразия в жизни, и когда уже достал четвертый класс, наш классный руководитель предложил, ребята, кто из вас хочет пойти в кадетский класс? Вот я решила пойти, попробовать что-то новое, интересное. И даже не жалея в своем выборе. Из-за того, что я люблю держать ответственность, я люблю носить погоны, я люблю кадетские компоненты. Ну, из-за этого, что в обычном классе это не очень интересно, а вот в кадетском классе как-то, не знаю, что ли, поинтереснее. Я хотела бы стать военным инженером, потому что я люблю военную технику и защищать родину. Я бы хотел стать военным, и вообще-то давно у меня уже, как с малых лет уже, я хотел быть. Я все смотрю на папу, у меня тоже был военным, и тоже хочу им стать. Каждое утро кадеты начинают с построения. Воспитатель каждого класса проверяет присутствие и отсутствие. Внешний вид учеников и оглашает список занятий на день. Наш учебный день начинается с того, что уже утром они приходят в школу чуть раньше других детей. То есть в 8 часов они уже бывают в школе, и в 8 часов 20 минут у нас с ними проходит общее построение трех кадетских классов. Они сдают рапорт, мы отмечаем отсутствующих на построении и доводим до них план очередного рабочего дня. Помимо обязательной образовательной программы, в обучении используется кадетский компонент, который включает в себя занятия по строевой подготовке, французскому языку, бальным танцам, а также занятия с куратором от Главного управления МЧС России по Нинницкому округу. Аппарат весит 10 килограмм, раньше были больше. Александре Гусаровой нравятся занятия, а особенно с куратором от МЧС. Школьница постоянно пробует что-то новое, внимательно слушает. Александра признается, знания, полученные на уроках, помогут ей в будущем. Нам рассказывают, как нужно, например, остановлюсь в крови людей, что нельзя баловаться днем, спичками, вот это все, как можно спастись, выйти. Максим Канев, куратор от Главного управления МЧС, рассказывает на занятиях, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, чем занимаются пожарные, а также проводит профилактические мероприятия, на которых показывает оборудование, технику и многое другое. Мы нацелены на то, чтобы они знали, как в той или иной ситуации себя повести. Ну и вообще в дальнейшем просто те же кадеты, которые они вырастут потом, может кто-то из них захочет работать в пожарной охране или вообще в спасательном деле. Также кадетский компонент включает в себя хоровое исполнение патриотических песен. Один из учеников, Вадим Ломакин, помимо базовых уроков, активно принимает участие в кадетском хоре и часто выезжает на всероссийские мероприятия. Мне показалось это интересным, то, что не обычный класс, а будет кадетский класс, тут дополнительные предметы, еще один иностранный язык, стрелевая подготовка и выступления на разных мероприятиях. Что касается родителей учеников, то без всяких сомнений они гордятся своими детьми. С одной стороны, это было чисто спонтанное решение. Она у нас такая достаточно очень творческий человек, она не знает, что ей можно в жизни выбрать. И узнав, что будет набираться очередной кадетский класс, мы решили дать ей возможность попробовать себя в чем-то новом. Сначала она немножко была удивлена и даже немножко противилась, что как-то так, девочка в кадетский класс, зачем, я же не буду военной. Но спустя буквально месяц она втянулась, она очень довольна, она рада и ни секунды ни мы, ни она не жалеем. Мечтал стать военным, когда был маленьким. Ему это все очень нравилось, красивая форма, одежда, оружие, все это очень привлекало. И поэтому он в ее плане поступить в кадетский класс. Мы вот эти решения поддержали, поскольку кадетство это не только красивая форма, это еще воспитание патриотизма, чувство ответственности, долга. Многие кадеты – это будущие защитники Родины. Неважно, какую профессию выберут военного инженера или врача Центра катастрофы МЧС, они будут патриотами своей страны. В кадетском классе ребята получают всестороннее развитие и качественные знания в различных областях. Воспитание чести, достоинства, воспитание у ребят гордости за нашу российскую форму, это воспитание у ребят желания помочь слабому, защитить слабого, это выправка. И слово «честь имею», которое было всегда в российской армии, у кадет воспитывается с пятого класса. Добавлю, кадеты будут обучаться с пятого по девятый класс. Далее каждый ученик вправе выбрать направление и продолжить учебу в десятом и одиннадцатом классах. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Антон Бодряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok